Всем огромный-огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Ольга, если случайно заглянули. Сегодня у нас одно из самых любимых таких форматов, это вопрос-ответ. Я спросила, какие вопросы вы хотите со мной обсудить, вы хотите мне задать. В Instagram в основном были вопросы и в YouTube сообщество. И вы мне задали, вот за два дня я набрала вопросы, и давайте с вами поболтаем. Снимаю это видео в последние летние дни, в августе. Представляете, у нас жара 29-30 градусов, я еще в Юрмале, но, наверное, когда выйдет это видео, не знаю, возможно, уже буду в Швеции. И снимаю с прекрасной веранды, потому что хочу вам передать именно, знаете, вот настроение последних летних деньков. Надеюсь, что вы не грустите. Берите себе, заваривайте чай, кофе. У меня кофе, если смотрите меня утром, чай, кофе, ну, а если смотрите меня вечером, возможно, что-то покрепче. Давайте начнем. Начну я, наверное, с вопросов в Telegram, потому что их поменьше. На некоторые вопросы буду отвечать так коротенько, а на некоторые вопросы буду отвечать достаточно развернуто. Буду отвечать честно. Если что-то хочу упустить, лучше не сказать, но вы знаете, что стараюсь отвечать на вопросы честно, иначе зачем нужен этот контент. В Telegram всегда вы можете задать мне вопросы. Это такой мессенджер, где мы с вами можем общаться практически в онлайн. Я залинкую свои соцсети Telegram в инфобоксе. Вы всегда можете перейти, посмотреть. Если вы не со мной еще в Telegram, то приглашаю вас присоединиться в Telegram и будем с вами общаться. Итак, первый вопрос. За время, что живете в Швеции, обзавелись ли друзьями? Если да, то как общаетесь, встречи, совместные поездки или как-то иначе? Значит, в дальнейшем там тоже будет вопрос про дружбу. Я отвечу подробнее, но давайте здесь я скажу. Да, я обзавелась хорошими приятелями, приятельницами, с которыми можно хорошо провести время. Как проводим время? Ну, так как мы все работаем, то в свободное время мы ходим в кафе. Или если у нас есть совместные интересы по путешествиям, по шопингу, можем встретиться, пообщаться, сходить по шопиться с девчонками. И вот так и проводим. Встречаемся раз в неделю, с некоторыми переписываемся достаточно часто. То есть, есть такое хорошее, плотное общение. Ольга, что из бьюти-жизни сейчас вас интересует больше всего? Или это уже не интересно? Потому что все, что снимали раньше, было очень интересно. Но, конечно, меня интересует бьюти-жизнь. И я вам стараюсь всегда показывать какие-то свои косметические новинки в каждых видео. Если я что-то приобретаю, покупаю, я вам с удовольствием всегда с вами делюсь. И также у меня есть отдельное видео, что я делаю из косметических таких профессиональных процедур. Скажу, что начала я вот что-то делать буквально недавно в своем возрасте. Да, 49 лет вот мне будет через несколько дней. И в основном я делаю ботокс. И сейчас я делаю увлажнение, это биоревитализация. Ну и также, конечно, это какие-то пищевые добавки. И дальше тоже поговорим немножечко про питание. Был вопрос, и как поддерживаете форму. То есть, конечно, меня интересует бьюти. Но, к сожалению, если снимаешь видео чисто на тему вот бьюти, да, какую-то, ну вот про свой уход, то вы не так хорошо смотрите, не так много кого это интересует. Потому что очень много таких бьюти-блогеров на просторах YouTube. Возможно, вы смотрите их. Но если вас это интересует, конечно, я буду снимать такие видео тоже. Так, какие фильмы, сериалы, что смотрите, поделитесь. Значит, смотрю, сейчас у меня как раз-таки я в отпуске, есть свободное время. Посмотрела классный сериал «Российский надвое» с Коздовским и Петровым. Девочки, очень советую. Такой жизненный сериал, знаете, качественно снят. Не какая-то такая, знаете, дешевая мелодрама. Надвое смотрела я на «Кинопояс», не в YouTube. Там 10 серий, да, по-моему, 10 или 9 серий. Классный сериал. Очень советую вам посмотреть такой жизненный. Также очень люблю такие сериалы, немножечко исторические, типа «Аббатство Даутон». Если не смотрели, там много сезонов. Тоже смотрела, даже пересматривала этот сериал. Кстати, если вы знаете что-то типа вот этого сериала «Аббатство Даутон», посоветуйте мне, пожалуйста. Я обязательно посмотрю. И вот «Гранд-отель», там тоже 8 сезонов. Тоже вот такого же плана сериал. Наверное, такой XIX век. Красивое отношение. Конечно, куда это все растерялось. Посмотришь раньше, конечно, все это как-то было по-другому. И получаешь такое, знаете, эстетическое наслаждение, какую-то зарядку эстетическую. Как бы возвышаешься, когда смотришь такого плана фильма и сериала. Очень вам советую. Добрый день. Интересно было бы послушать и посмотреть ваш виш-лист по сумкам, одежде, косметике, парфюме, украшениями. Ну, наверное, такое видео про виш-лист, наверное, надо будет сделать отдельно. В конце года обычно все делают, блогеры, такой виш-лист. Про парфюмом, вы знаете, я как-то немножечко сейчас подостыла. У меня образовалась такая коллекция, которая меня устраивает. Хотя вот, наверное, совсем скоро я приобрела сейчас новый парфюм. Я вам покажу. Вы знаете, по одежде вот такого, чтобы у меня виш-листа, у меня нет. Ну, по сумочкам он, конечно, есть всегда. Да, вопрос только возможностей и надобности. Но сейчас в моем гардеробе как-то не хватает черной сумки на работу на каждый день. Но я еще не определилась, какую я сумочку хочу, в каком ценовом сегменте выбираю. Это может быть и Gucci, и Louis Vuitton сумочка. У меня было видео, помните, где я тоже шоппинг ходила, примеряла. Пока не определилась. Но по сумочкам, да, что-то думаю. А в основном это черная сумочка. Так, и, наверное, мы с вами сейчас перейдем в сообщество YouTube. Сейчас я вам покажу. Вот, в сообществе YouTube, девочки, посмотрите, достаточно много вопросов. И мы с вами сейчас будем подробно отвечать. И первый вопрос. Что вы думаете о дружбе между женщинами? Бывают ли в вашем доме дружеские встречи? Возможно ли дружба между женщинами? И в Европе много ли русскоязычных женщин, которые замужем за иностранцами? Да, давайте отвечу так. В Европе, ну, немного, но есть русскоязычные женщины. Особенно вот в 90-е годы, вы знаете, что была такая волна миграции. Женщины уезжали, выходили замуж за иностранцев. Но, к сожалению, могу сказать, что, наверное, 80% таких браков, они распадаются именно из-за менталитета. Из-за того, что женщина, переезжая, например, в Швецию, она не до конца изучает или не до конца знакома с европейским менталитетом. А тем более шведский, скандинавский менталитет – это такой особый менталитет. Мы все-таки привыкли к своему менталитету, да. У нас больше восточный менталитет, и поэтому возникают трудности. Если же женщина умная, если она может приспособиться, проработать, если для нее главное – это отношения, чувства, эмоции, то, конечно, такой брак будет существовать. Потому что, ну, мне кажется, что, ну, вот скандинавы, они такие, знаете, достаточно стабильные в отношениях. Ну, и следующий вопрос достаточно важный. Есть ли дружба между женщинами? Ну, конечно, если мы берем вопрос дружбы, то дружба между мужчинами, она более реальная, она, наверное, более простая. Их могут связывать какие-то деловые дружеские отношения, да. Она более, так сказать, легко строится. Дружба между женщинами, она более сложная, потому что женщины более априори эмоциональны. И женщины, они такие, знаете, здесь может присутствовать элемент зависти. Если у женщин, у двоих, которые дружат, закрыты все гештальты, например, что я имею в виду, да, в процессе дружбы, а дружба – это мы подразумеваем с вами многолетние взаимоотношения, в процессе дружбы не возникает чувство зависти по тому или иному пункту. То есть они обе достаточно зрелые личности, немаленькие девочки, причем работающие друг, работающие над отношениями, над дружбой между женщинами также надо работать и как над семьей, тогда дружба возможна. Что я имею в виду, закрытые гештальты. Например, одна подруга замужем, вы не замужем, но для вас это не болевая точка. Вы спокойно себя чувствуете, и это ваш выбор. То есть в процессе вы не будете завидовать, что у нее там муж, а у вас нет. Так же с детьми, так же, например, с внуками, и так же материально, да. То есть если вы зарабатываете, или если вы не зарабатываете, у вас могут быть разные социальные уровни, ну тогда вас это совершенно устраивает. Невидимо устраивает, а совершенно устраивает. Самое главное, что в процессе дружбы между женщинами не возникал вот этот вот элемент соперничества, элемент зависти. Вот это я имею в виду под закрытым гештальтом. Ну и также надо разграничивать дружба и приятельство. Дружба – это когда вы прошли достаточно многие годы, это когда у вас, наверное, были какие-то и неприятные ситуации, да. Ну, то есть достаточно крепкие взаимоотношения, или вас что-то связывает, вот какое-то вдохновение, какая-то общая тема, да, какое-то общее творчество. А приятельские отношения – это просто хорошие приятели, с которыми вы можете встретиться, классно провести время, но у вас нет такой какой-то психоэмоциональной, глубокой завязки, да. То вот эти два понятия надо разграничить. Дружба бывает между женщинами, но вот если есть вот эти вот нюансы, я надеюсь, что я вам объяснила хотя бы вкратце, чтобы вы понимаете, что я имею в виду. Ольга, чувствуете ли разницу менталитетов шведов и латвийцев? В чем она выражается? Я уже сказала, что разница колоссальна, хотя это прибалтийские страны и Скандинавия мы очень близко. И, кстати, Латвия когда-то была под Швецией. И, несмотря на схожую внешность, Латвия все-таки, она больше тоже изначально, вот мой возраст, здесь у нас восточный менталитет, Швеция – это чисто западный менталитет, тем более это скандинавский менталитет. Здесь, конечно, менталитет совершенно другой, и в этом-то и проблема, что нам достаточно сложно ужиться, мы приезжаем, сначала у нас розовые очки, первый год-два, все супер, а потом мы понимаем, что менталитет совершенно разный. Они, несмотря на свою холодность, достаточно закрытая нация. Женщины здесь независимые. Здесь, наверное, женщина борется за свои права. Если вкратце, да, здесь у нас не выходят замуж, а женятся. Здесь партнерские отношения, вы равноправные партнеры, поэтому не ожидайте, что ваш мужчина будет брать за вас ответственность, будет обеспечивать вас и вашего ребенка. Наверное, это вряд ли вероятно, но это вот вкратце, да, если вы приезжаете в Швецию, и вы нацелены работать, чего-то добиваться, быть независимой, то все у вас хорошо и классно сложится. Вот о дружбе, да, также вопрос. Дружба, много ли вас подруг? Как вы вообще относитесь к этому? Ну, я уже ответила на этот вопрос. Если это настоящая подруга, подруг много не бывает. Наверное, у меня одна здесь близкая достаточно подруга, которой я могу и высказать все, что я думаю, да, и с ней поделиться. Ну, а приятельницы тоже у меня несколько приятельниц, с которыми можно встретиться, классно провести время. И вот так, да, ну, вы знаете, если друзей много не бывает, если у вас много друзей, то, значит, в принципе, вас их нет, как гласит одно умное изречение. Это не я сказала. Девочки, ну, это типично. Села батарейка на середине видео, но мы с вами продолжаем. И следующий вопрос у нас. Какие вы видите изменения в Латвии, в Риге за последнее время? Есть ли в лучшую или в худшую сторону? И, к сожалению, изменения есть. И в основном они в худшую сторону. С каждым приездом я замечала, что людей на улицах Латвии все меньше и меньше. Все больше людей уезжают. Остаются пенсионеры и дети. Тем, молодежь, конечно, кто может себе позволить, все уезжают в ту же Скандинавию, в ту же Европу. Мы, наверное, как-то больше в Скандинавию. Так что, к сожалению, тенденция к худшему. И цены высокие. Ну, может быть, цены высокие за счет того, что сейчас крона у нас упала. Мне цены, что в Латвии, что в Швеции одинаковые. Но, в принципе, цены все говорят, что здесь достаточно высокие. Я вам показывала, всегда показываю цены в своих влогах, цены в кафе. И также цены и в кафе, в ресторанах, цены на вещи. Все это одинаково. Хотя, в принципе, разница в зарплатах у многих достаточно все-таки существенная, что в Швеции и Латвии. Так что, ну, конечно, изменения я вижу. Наверное, изменения не видят только самые слепые. И, к сожалению, в худшую сторону. Ольга, добрый день. Возможно, было видео. Принято ли отдавать пожилых родителей в дома престарелых в Швеции, да, в Европе, в странах Европы? Я уже тоже как-то рассказывала про пенсионеров в Швеции. И также здесь вопрос, как живут пенсионеры в Швеции. Да, в Швеции как раз-таки, наверное, ну, не то, что принято, но, возможно, это такая тоже культура. И пенсионеры в определенном возрасте уходят в такие дома. Да, это называется Элдре Боинда. Пожилые такие, дома для пожилых. И тем самым за ними там достаточно хорошо смотрят в Швеции. Развиты социальные службы. То есть вы не будете брошен. Вас отвезут и к врачу. То есть за вами, конечно, будут смотреть и оказывать всю какую-то помощь. Здесь так построено, да. Потому что дети, когда у вас рождаются свои дети, то своими детьми в основном занимаетесь. Вы здесь не занимаются внуками, бабушки и дедушки. Только по желанию, не так, как у нас. И вот эта система, да, она и строится так, что нет вот такой сильной связи между поколениями. Вот такой чересчур сильной связи, как в восточных странах или как у нас. Вот поэтому спокойно отдают. И люди привыкли, и пенсионеры идут, и это нормально. У нас же все-таки это считается, что-то каким-то таким постыдным. У нас не хотят родители и даже представить себе, что надо идти в такие дома престарелых. У нас другая немножечко культура. В этом хорошо или плохо, судите сами. Я просто вот рассказываю сам факт. Вы задаете вопрос. По поводу пенсионеров. Но пенсионеры, естественно, пенсии все-таки здесь выше. Если два пенсионера в Швеции получают пенсию, и у них обычно к этому возрасту есть уже все выплаты по ипотеке, они, конечно, могут себе позволить путешествовать. У меня очень много пациентов, которые приходят 80-75 лет, у них жизнь очень активная, бурная. Они путешествуют. У них у многих дома в Испании. И если позволяют здоровье, а живут они здесь долго, медицина хорошая в любом случае, надо просто знать нюансы, то, конечно, они живут полной жизнью. Есть, конечно, нюансы. Естественно, что пенсии все равно не все довольны, потому что налоги высоки, не все так гладко. Во всей Европе и также в Скандинавии все-таки идет кризис, и социальная система, она проседает, как бы там ни было. Но в целом я могу сказать, конечно, что люди живут, пенсионеры живут более-менее, скажем так, благополучно. В Латвии, конечно, похуже. Но если, опять же, в Латвии живут два пенсионера, и у вас нет ипотеки, то, наверное, можно вот как-то так вот выжить. Надеюсь, что я ответила на этот вопрос. Как происходит общение с родственниками мужа? Что вам не хватает в Швеции? Но не хватает в Швеции, конечно, мне, моих детей и моей внучке, то есть моей семьи. Я всегда говорю так, если бы моя семья была со мной, хотя бы дети и внуки, то я была бы самым счастливым человеком, потому что, в принципе, у меня в Швеции есть стабильная работа, меня здесь все устраивает, но вот семьи не хватает, то, что они на расстоянии, и переезжать, вот, к сожалению, пока они не собираются. Отношения с родственниками мужа формальные, нормальные, нечастые, не близкие. Мы встречаемся по случаю, но нету таких вот, таких вот прям близких отношений. хорошее, нормальные отношения, как должны быть. Расскажите о жизни простых пенсионеров в Швеции, в Латвии. Ну, наверное, я уже вот как раз-таки вот эту тему коснулась, да? Так, и также был вопрос, как вы поднимаете себе, как вы все время в хорошем настроении, как вы поднимаете себе настроение, да, то есть вот так. Ну, хочу сказать, что человек – это социальное животное, и это только кажется, что у всех все хорошо, и человек все время пребывает в таком, знаете, хорошем настроении. Естественно, что у меня тоже бывает, ну, не депрессия, а какая-то хандра. Знаете, если человек все время такой радостный в хорошем настроении, он как минимум дурак, или как максимум у него какие-то психологические проблемы. Естественно, что на нас влияет социум, все может случиться, но я стараюсь, знаете, я быстро очень переключаюсь, стараюсь не погружаться в это состояние. И знаете, счастье в мелочах, да, и радость в мелочах. Я стараюсь себя радовать какими-то мелкими вещами. Пойти на тот же шопинг, прогуляться с собакой в красивом месте, обязательно поехать в красивое место, хотя бы выпить чашечку кофе в красивом, в красивой кафешке, а не дома. Это уже тоже, это уже небольшое разнообразие, и это уже то, что может повысить настроение, как бы не казалось, что это такие, знаете, тривиальные вещи. Так что, конечно, бывает и плохое настроение, но вы же понимаете, что когда я выхожу к вам в видео, во-первых, у меня всегда хорошее настроение, потому что я встречаюсь с вами, это то, что меня радует снимать видео, это то, чем я горю, поэтому вам кажется, что я всегда в хорошем настроении. Кстати, пользуясь случаем, хочу сказать вам спасибо большое за вот такой интерес к моей персоне, за то, что задаете вопросы, достаточно много вопросов, за то, что я вас интересую. Конечно, это мне немножечко льстит, мне очень приятно, что вот у нас с вами есть обратно такая связь. Так, добрый день, еще вопрос касаемо подруг. Если вам не покажется достаточно нетактичным, у вас в Швеции есть подруга, тоже Ольга Блогер, раньше она очень часто бывала в ваших видео, роликах, сейчас после 24-го все изменилось, общаетесь ли? Но я этот вопрос, он достаточно длинный, да, но я его укоротила. Да, конечно, мы общаемся, общаемся мы уже достаточно долго, общаемся плотно. Ольгин выбор, вопрос идет, а Ольга стал ми беттер, Ольгин выбор был вести канал на английском языке, и я этот выбор не обсуждаю, я уважаю ее решение, ну и естественно, что мы сейчас не можем делать совместное видео по этой причине, что она ведет канал на английском языке, ну а я сделала свой выбор, я продолжаю вести канал на русском языке, вот поэтому мы не можем делать совместное видео. А так, конечно, мы общаемся, у нее все нормально, и у нее иногда, кстати, на канале тоже все-таки выходят видео, так что вы можете перейти, посмотреть. Интересно узнать, почему вы решили стать блогером, как решили снимать, может быть, кто-то вас вдохновляет. Ну, вы знаете, я не считаю вообще себя, если честно, блогером, потому что блогер в профессиональном плане, я где-то прочитала, если у тебя 100 тысяч подписчиков, если это твоя работа, профессия, если ты этим зарабатываешь. Кто не знает, я все-таки работаю в сфере медицины, я доктор-специалист, у меня основной заработок в своей профессии, блогерство для меня это хобби, просто потому что у меня маленькое количество подписчиков, маленькая достаточно аудитория для YouTube, и я не зарабатываю с этого деньги большие, такие деньги, на которые я могу как бы жить и себя содержать, на которые закрою все свои потребности финансовые. Поэтому блогерство, конечно, это хобби. Решила стать, потому что давно уже увлекалась сумками и захотела вам рассказывать про сумочки. Поэтому мое блогерство, так сказать, оно начиналось с сумочек, как сумочный блогер. И в тот момент меня вдохновляла Олеся. У нее сумочный канал Backstory, то есть она, у нее все про сумки, я ее смотрела, это был мой любимый блогер. Ну и сейчас тоже я продолжаю вам все-таки так или иначе показывать и рассказывать про сумочки. А вообще я смотрю англоязычных блогеров, смотрю шоппинг-влоги, и также сумочное видео, но в основном это англоязычные блогеры, шоппинги. Я вот русскоязычные блогеры, я не назову, я практически не смотрю на YouTube. Если смотрю, то только интервью. Ольга, вы часто отдыхаете? Это у вас оплачиваемый отпуск или за свой счет? Вот он важный вопрос. Давайте поговорим. Значит, я уже сказала, что работаю швецеврачом-специалистом. У врачей после 45 лет оплачиваемый отпуск 33-34 рабочих дня. Вот и считайте. Получается где-то 7 недель. Если мы берем плюс, если вы приплюсуете, можно же отпуск, какие-то праздничные дни, получается где-то 8 недель, ну, 2 месяца. Поэтому я могу себе позволить месяц взять, например, в августе, и месяц на Новый год я беру. Но это в среднем. Также существует такая система, если у вас хороший контакт с работодателем, вы можете взять свободность. Это называется ледик-хед. То есть вы не работаете месяц-два, сколько вам нужно от работы. Если вы хотите куда-то уехать, вы можете взять за свой счет. Иногда я беру какую-то неделю-две за свой счет, но иногда стараюсь так подстраивать, чтобы был оплачиваемый отпуск. В Европе это не Америка. Особенно в Швеции хороший отпуск и хорошие социальные гарантии. Ольга, как вы относитесь к подвеске Ванклифф? Все ли вас устраивает? Да, мне нравится очень эта подвеска. У меня одна подвеска Ванклифф, самая такая бюджетная. Кстати, я вот про Вишлис хотела бы подвеску с Малахитом, но не знаю, как получится. Знаете, это не сама цель, потому что все-таки есть другие приоритеты. Но мне нравятся их подвески. Конечно, потрясающее качество. Хотя этот бренд тоже достаточно сильно повышает цены. Поэтому, если вы хотите, то лучше вам купить эту подвеску. Так, и следующий вопрос. Ольга, вот про подруги. Вы больше одиночка? Вы любите быть одна в одиночестве? Все свои вопросы вы можете узнать. Или вы больше любите встречаться? Почему я назвала видео «Я волк-одиночка»? Собственно говоря, я, как мне мама сказала, недавно болтали, она с детства. Ты с детства любила быть одна. В общем, я с детства люблю и могу быть одна. Понимаете, одиночество и уединение – это разные вещи. Одиноким никто не хочет быть. А вот в уединении – это выбор человека. Я люблю быть в уединении. То есть, я могу и я очень хорошо переношу уединение. Что это значит? Вы находитесь в комфорте с собой. Вы можете одна пойти в спа. Вы можете одна поехать в путешествие. И для вас это не составляет какой-то дискомфорт. В общем, вы все можете делать одна. Пойти на прогулку. Вот, например, есть люди, которые не могут. Которым обязательно нужна компания. Я могу. То есть, я люблю уединение. Я больше такой, наверное, интроверт. Хотя я хорошо общаюсь с людьми. И, вы знаете, кстати, я заметила, вот многие блогеры про себя так рассказывают, что на камеру они такие открытые. Они типа экстраверты. Вам кажется, что у них очень много знакомых и подруг. Но, по сути, это люди интроверты. Люди закрытые. Им легче общаться вот так вот с камерой, чем с живыми людьми. Но я не могу это сказать про себя. Но я люблю быть одна. Кстати, у меня муж такой же. Он может быть один. Поэтому мы очень хорошо вот так вот существуем вместе. Вот тоже был вопрос о личном. Вот говорю вам про личное. И вот у нас часто, даже если мы ездим отдыхать, вот он, например, хочет на море, и я у бассейна. Я у бассейна, он на море. В уединении. И очень классно себя чувствую. И вообще, вы знаете, с возрастом, мне кажется, что меньше нужно каких-то какого-то экшена, какой-то движухи, каких-то подруг. Да, еще раз говорю, человек это социальное животное, нужно общение. Но все это у меня в ограниченном, в ограниченном, так сказать, количестве, да, и минимально. Люблю одиночество, уединение, и комфортно себя чувствую. Ну, а одиночество, знаете, это когда вот вы встаете, а вам даже позвонить некому. Это, конечно, не очень хорошо. Ну, и, в принципе, люди приспосабливаются и даже в такой ситуации. Также был вопрос, но, к сожалению, я его не могу найти, какое у вас хобби, чем горите? Ну, вот как раз-таки у меня хобби – это путешествие. Также у меня хобби – я люблю плавать. Начинаю плавать достаточно рано, 16-17 градусов. Это же я плаваю в открытых водоемах в Швеции. И я не люблю теплую воду. 25 для меня, выше я уже не плаваю. Также небольшой тренинг. Стараюсь тренироваться или внизу у нас небольшой спортзал, или дома. 10-20 минут, девочки, по несколько подходов, и у вас будет в тонусе и вверх, и вниз, да. Это не надо много денег, это не надо дорогущий спортзал. Все есть сейчас на YouTube. Все какие-то комплексы упражнений, все, что вас интересует, и лимфодренажная зарядка, все вы можете найти. Не ленитесь, это то, что поддержит ваше здоровье и сохранит вам молодость. Вот стараясь это делать, это у меня такое основное хобби. Ну и, конечно, мои соцсети, мой YouTube-канал, это хобби, общение с вами, это то, чем я горю, то, чем я вдохновляюсь. Это мое, так сказать, детище, любимое дело, потому что, знаете, работа – это как жена, ты должен, ходишь, зарабатываешь, а хобби – это как любовница. Это вот еще сказал Чехов, наш великий классик, он же был доктор и писатель. Вот он тоже совмещал. Поэтому вот как-то так. И я, наверное, вот ответила на все основные вопросы. Еще раз спасибо, что вы мне их задавали. Переходите вниз в инфобуксе. Если вы еще не со мной, в Телеграме подписывайтесь. Там у нас может быть онлайн-общение. Также буду рада, если подпишетесь и на мой YouTube-канал, на мои соцсети. Впереди вас ждет много, конечно, интересных тем. Также в этом году, наверное, в конце года сделаем еще одно видео «Вопрос-ответ», потому что вообще вопросы, они поступают под каждым видео. Есть какие-то вопросы. Очень рада была сегодня, как обычно, встречи с вами. Желаю вам хорошего настроения, несмотря на то, что осень. Впереди у нас все-таки с вами сентябрь. Это прекрасное время. У меня в сентябре день рождения. Также нас ждет с вами обязательно бабия лета. Так что поднимайте себе настроение. С вами была ваша Ольга. Обязательно увидимся. Всех люблю.